Я боюсь, ребят, что с нашими темпами мы будем долго проходить эту первую часть, но я постараюсь как можно больше всего успевать делать за выпуск. Продвинусь я или нет? Узнаем очень скоро. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами снова играем в Сабнатика. Я слегонца подзадержался с выпуском этого видео, так как у меня сейчас очень-очень жесткий ремонт проходит и все силы из меня высасывает, поэтому я вообще видосов сейчас не могу особо записывать. Сейчас полночь, я хочу спать, но я думаю, это пройдет, как только мы с вами вместе окунемся в прохладную водичку на этой чудной планете. Давайте выйдем. А-а-а, хорошо. Солнце светит через толщи воды. Что у нас тут интересненького? Вау, а это что за фрагмент такой? Давайте отсканируем. Вы обнаружили инопланетную технологию. Бортовой компьютер расшифровывает информацию. Это ультраширокий изогнутый 34-дюймовый монитор с частотой обновления 165 Гц. Huawei MateView GT. Яркий и контрастный. Выберите для себя оптимальную высоту и угол наклона для более комфортной игры. Игры? Так это все-таки игра? Бортовой компьютер оснащен системой юмора. Это был юмор. Ха-ха. А, ну окей. Что еще известно? Huawei MateView GT оснащен 10-битной матрицей, которая позволит вам увидеть более 1 миллиарда оттенков цветов с кинематографической точностью. А поддержка HDR10 обеспечит вам картинку фильма такой, какой ее задумывал режиссер. Кроме того, в нем стоит защита от мерцания и фильтр синей части спектра для защиты глаз при просмотре. Это также делает монитор и диагноз для работы и учебы. Мне нужно больше информации. Бортовому компьютеру нужно больше данных. Найдите новые фрагменты. Хорошо будет сделано. Погодите, это же я капитан. Сделаю, если посчитаю нужным. Мы обязательно найдем эти фрагменты, но параллельно будем продвигаться дальше по сюжету. Сейчас я хочу зарядить все энергии ячейки. И да, я видел, как вы смеялись надо мной в комментариях к прошлому выпуску, что, мол, я заряжал энергии ячейки от энергии ячеек в циклопе. Да-да-да. Но я думал, сработает. Не сработало. Идите в жопу. Я хочу больше зарядок энергии ячеек найти, поэтому давайте искать рубины. Это что, всего один рубин находится? Смотрите, он, оказывается, прямо подо мной был. Я боюсь, ребят, что с нашими темпами мы будем долго проходить эту первую часть. Но я постараюсь как можно больше всего успевать делать за выпуск. Продвинусь я или нет, узнаем очень скоро. Смотрите, как много рубинов я нашел. Блин! Блин, прям в рожу мне телепортнулся! Как я обосрался! Но это не представляет никакой угрозы, на самом деле. Он как лающая собака. Кусает только, если задолбать ее как следует. О, блин! Тварь! Какого хрена? Какого хрена? Он что, терпор... Терпортнул мне электрическую змею прямо мне в лицо. Когда там дерево уже вырастет, я пить хочу. Энергия ячейки. Здесь. И еще вот здесь. А может, там мне и не надо, я не знаю. Немедленно пополните запас жидкости. Я могу это сделать, но это значит, что мне придется вылезти и доплыть до циклопа. А я что-то ссу. Не бойся, Евгений. Ты в океане. Никто не увидит, как ты нассал. Оу. Тут все плохо у нас. Но зато растения есть повсюду. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Блин, судоводство здесь просто решает. И превышает. Воу, деревья. Что вы делаете? Что за призрачная хрень происходит здесь? Вот эта внезапная телепортация просто лишила меня покоя. Я теперь очень боюсь. Надо быстрее на базу. Все, посадили. У нас будет куча топлива здесь. Давайте попробуем, пока мы здесь, пособираем кристалл Настурана. Сейчас мы тут все забурим. Раньше Евгений был сварщиком. Но теперь он бурильщик. Итого у меня шесть полностью заряженных батарей. Теперь нужно запитать этого маленького ублюдка. Восстание с мертвых циклов. Ах, белиссимо. Надо краба убрать. Возвращаем его на дно и выходим. Я хочу забрать наш симов. Встаем, включаем двигатель и отправляемся за ним. Вы писали, что тихий ход еще больше расходует энергии. Поэтому больше этим не занимаемся. И вообще, что мы боимся-то? Не понимаю. Зачем этот тихий ход? Кого он нужен? Мы прибыли. Я хочу прокачать свой симот. Хочу узнать, как сделать модуль погружения номер 2. Магнетит, пластеловый слиток и модуль погружения 1. Плюс эмалевое стекло. Я помню, что у меня уже был один модуль погружения. Он внутри симота, кстати говоря. А вот и наш симот. Все еще в той трубе стоит. Поговорите. Он до сих пор считает. Ты вернулся. Ай, молодец какой. Мы пришли за тобой, чувак. Паркуйся, детка. Вот модуль погружения. Кстати, вы писали, что оказывается можно изучать скрижали, но нельзя их выбрасывать внутри циклопа. Поэтому давайте выберемся наружу. Опрокинем куб, скрижаль. И все это изучим. Пурпурная скрижаль. Данное устройство на основе углерода легче, чем выглядит. И имеет символ, напоминающий букву Ю. Горящий фиолетовым. Несмотря на то, что встроенный источник питания еще работает, наросты водорослей на наружной части устройства указывают на то, что она брошена тут сотни, может быть даже тысячи лет назад. Несмотря на то, что технологии намного превосходят уровень федерации, а устройство не имеет заметных способов взаимодействия с ним, при необходимости все же можно изготовить ее точную физическую копию. Во, теперь мы можем крафтить скрижали, а ионный куб нельзя изучать. Сейчас наша задача это добыть побольше сталкеровских зубов. Пойдемте пообщаемся с Саней. Смотрите, Саня припер... Отдай, отдай. Хотя нет, погодите, он сейчас может обронить. Ой, больно, немножко больно, ну ладно. Отдай, говорю. Ммм, хочешь получить мои зубы? Не видать тебе их. Эй. Особенно тех, что я внизу оставил. Твою мать. Все, есть, забрал. Кажется, я носил все свои зубы. Теперь я не могу, говорит, меня дикция попала, на тебе. Ну это было скорее поцелуй уже. Вот это я пересрал. Это было серьезно. Оп, ныряй. Что же меня все так пугают сегодня? Я вернулся к циклопу с кучей зубов и кучей потерянных нервов. Все, запускаем мотор. Возвращаемся на базу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Все, мы здесь. Мы сейчас заапгрейдим наш сим-офф. Модуль погружения... Подожди, я же только что взял его. Модуль погружения... Стоп, это уже второй модуль. А. Я с просони опять тупанул. Мне нужно всего лишь три рубина. Рубин, раз. Два, три. Наконец-то. Модуль установили. Теперь давай, демонстрируй свою глубоководность. 900 метров все равно. Че? По-моему, так и было. Или он 600 метров до этого только мог осилить. Че-то какое-то дерьмо. Ладно, пригодится. Чувствую, что я просто так все это делал. Тогда цель такая. Давайте соберем все настураны. И попробуем найти здесь вход, который меня продвинет дальше по сюжету. Неужели вот оно? Это выглядит прям очень масштабно. Расположено не под... Проход, ведущий в биом с обширно макименевшими останками. Мы нашли его. Ого. Новые твари. Прогресс. Нам надо сбегать, скрафтить маячок себе. Я скрафтил себе три маячка. Надо обязательно это место пометить. Погодите. А это что такое? Бортовой компьютер расшифровывает полученный фрагмент. MateVue GT оснащен двумя чувствительными микрофонами, расположенными в верхней части рамки монитора. Они способны точно улавливать голос на расстоянии до 4 метров на 360 градусов, избавляя вас от необходимости постоянно носить гарнитуру. Скажите что-нибудь. Боро-боро-боро. Поразительный словарный запас. Также данная модель оснащена саундбаром с двумя 5-ватными широкополосными полночастотными динамиками, которые обеспечат вам чистое и объемное звучание. Вы только вслушайтесь. Какого черта? Бортовой компьютер снова пошутил. Ха-ха. Дурацкие у тебя шутки. Ты свои видосы видел? Но зато звук очень клевый. Что еще известно? Отсканируйте новый фрагмент. Ну что ж, вперед. Назовем ход в прогресс. И выход. Ну что, ребят, понеслась. Вау. 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 Это призрачный левиафан. Это потому что край карты или потому что он здесь тоже водится? Все, меня убивать пытается. Что-то за дымка такая внизу. Мне здесь страшно. Ладно, давайте несым. Так. А. Это ядовито. Ой, блин, это ядовито. А это что? Сканируем. Амебоид. Давайте ударим его. Ничи дает. Ты что? Серебряная руда. Кстати, хорошо. Помним, я в первую очередь исследователь, а не сэкло. Титан. Прекрасно. Здесь очень много ресурсов нужных мне. Смотрите, что это? Желтенькое. Кто издал? Кто этот звук издал? Какая тварь? Так, блин. Ты что ли? Я должен забрать вот это. Аккуратненько так. Опа. Берем только самое важное и самое новое. Никелевая руда. Блин, что-то важное. О, никель. Ой, блин. Блин, стоп. Никеля у меня нету. Надо здесь оставить маячок. Никель. Смотрите, прям как водопад. Это какой-то сгусток жидкости химической. Возможно, радиоактивной. И поэтому он так, дайте, ко дну прилип. Такое ощущение, как будто моча со всех пляжей. Всех людей, которые когда-либо ссали в океан. Скопилось тут. Да почему вы достаете? Они прям пыряют меня. Ладно, благо не слишком больно. Кстати, а что я такое подобрал? Это что? Кристаллическая сера. Такое у меня еще не было, по-моему. Тут полно никеля. Я еще пока не знаю, для чего он мне нужен. Смотрите, он ищет меня. От чертов блюдок. О, боже мой. Еще глубже. Благо наш модуль погружения позволяет еще. О, еще глубже. Вот все, здесь теперь надо быть очень осторожным. Глубже нам уже прям опасно. Здесь уже что-то тепло становится, судя по всему. Эти твари, которых я вообще не знаю, что им надо. Скелет. Охренеть можно. Кажется, я охренел. Горячо. Какая ты мразота огромная. Поплыли сюда, что ли? База. Похоже, что это инопланетное сооружение рухнуло на дно. Я очень надеюсь, что внутри есть воздух. О, блин, страж. Обнаружена инопланетная передача. Языковой анализ завершен. Осторожно, внутри содержатся опасные материалы и формы жизни. Все, я туда захожу. Отлично, здесь ионных кубов мы сейчас наберем. Целый вагон и телегу. Межкомнатные перегородки в этой секции значительно усилены, указывая на то, что проектировщики хотели либо не допустить что-то внутрь, либо удержать это внутри. Каким бы ни были их намерения, им это явно не удалось. Черт, мне нужно скрижать. Хорошо, у меня есть еще один маячок. Коп. Сюда скрижаль надо сунуть. О, блин, как здесь круто. Вот это особенно. Какое-то драконе яйцо. Яйцо морского дракона, я угадал. Это большое яйцо. Содержится в герметично закрытой среде и было химически стерилизовано. Не имея возможности содержать в комплексе полностью взрослую особь морского дракона, инопланетяне, по-видимому, вместо этого пытались изучить процессы откладывания яйца, инкубации. Для каких целей, не ясно. Ага, куб. Данные. Отчет о повреждениях. В пределах периметра комплекса обнаружен левиафан, приближается с высокой скоростью. Внешний... Блин, я что-то даже страшно, когда я читаю. Внешний якорный канат получил мощный удар. Внешняя якорная система потеряла устойчивость. Комплекс тонет. Столкновение с морским дном. Обнаружены пробоины в блоке 7 изолятора. Яйца левиафана. Запущен протокол немедленного уничтожения особей. Уничтожено 314 особей. Одна особь пропала без вести. Эвакуация персонала в святилище. Запущен протокол планетарного карантина. Предупреждение. Зараженные особи не должны покинуть планету. О, смотрите! Какая мразь! Я надеюсь, никогда не встречу это. Хотя нет, я надеюсь, что встречу. Биологические останки свидетельствуют, что коренные формы жизни доставлялись сюда и подвергались интенсивному изучению. Вот еще данные. Внимательно. Обнаружено нетипичное колебание в белках плазмы крови. Настоятельно рекомендуется провести самосканирование. Провожу самосканирование. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему. Медицинский отчет загружен в базу данных. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. Вы были заражены ранее неизвестной... Блин. Смотрите. Я становлюсь уродом! А-а-а! Нет, я мутирую. Черт, больно! Итак, вы были заражены. Предполагаемый инкубационный период две недели. В настоящее время ваша иммуносистема борется с инфекцией, но неэффективно. Вы можете испытывать грибоподобные симптомы и раздражение кожи. Предположительно, что они обострятся по мере того, как бактерия будет брать вверх. Ваша первая и очередная задача ослабления и ликвидации инфекции. Рекомендуется собрать дополнительные инопланетные исследовательские данные по возможной вакцине. Изучить механизмы, которые позволили коренной экосистеме подавить симптомы инфекции. Евгений попал. Ну что, давайте проплывем здесь, посмотрим. Думаю, все будет нормально. Просто не сын. Мы маневрены, смекалисты, очень умны. Необычайно умны, я бы сказал. Куда мы попали? Охренеть! Еще глубже! Вот куда нам надо. Что он делает? Он атакует? Ага, понятно. Он сам за себя. Все, я понял, что нужно делать. Го за скрижалью. Блин, сюда чертовски долго плыть. Что за баг? Вы видели, как сейчас баганула игра? А сохраниться я не могу. Такая ты мразь, а не игра. Да почему? Так, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Я могу сделать что-нибудь? Сохранить! Погодите. Выйти. Ох, я надеюсь, сейчас будет нормально. Я просто угарну, и сейчас мне все запорится. Вот если я сейчас сохранился в этой самой точке. Глючной. То жопа мне. То игру заново начинать. Блин! О, нет! Вы погибли, игра окончена. У меня же survival стоял. Я же переключил режим. Часы. Просто часы. Аааа. Часы работы. Часы игры. Мразь. Скажи, что тварь не играет. Просто тварь. И мы начинаем все заново. Ну что ж, ребят, настал новый день. Я большую часть ночи потратил на то, чтобы восстановить весь прогресс, который я просрал. Я прошел всю игру заново. Я добыл кучу ресурсов. И добрался до того самого места, где мы остановились. Я сделал базу в том же самом месте. Вот практически. Буквально 100 метров разница. Нашел вход в это место, где начинается зеленая река. Нашел все, что нужно. Сделал циклопа. Сделал симот. И немножечко заапгрейдил базу. Даже сделал стыковочную шахту. Вот тут стоит уже наш краб. Сделал маленькую обсерваторию красивую. И здесь растет наше топливо и еда в том числе. Получается топливо для базы и топливо для меня. Еда для меня и еда для базы. Понимаете, как все глубоко. И мы глубоко находимся. А вон, собственно, вход в прогресс снова. Нам нужно снова вернуться на ту пришельческую базу. Но поскольку у нас уже будет пурпурная скрижаль, мы продвинемся чуть дальше. Воу! 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 Что произошло? Что? Что произошло? Меня выкинул из-за симофа. Ты урод! О, мразь! Он меня вытелепортнул оттуда. Я испугался, что он симоф куда-то телепортировал в другое место. Я бы не выжил. Я бы не смог никуда выплыть отсюда. Мне бы воздуха не хватило. Вот это ты, мразь, конечно. Кто ж так делает? Я аптечку с собой не взял. Я же не думал, что такое произойдет. Что ж, давайте продвигаться дальше. Ну-ка, загруженные данные. Каталог информации об организмах ранее находившихся в этом комплексе. Часть записи была переведена. Небольшое травоядное, гамма. Эта запись, по-видимому, описывает обычного пескуна. Не проявляет иммунитета к инфекции. Смерть обычно наступает в течение четырех суток. При воздействии фермента 42 наблюдается временное ослабление симптомов, но они быстро возобновляются. Проявляет высокие способности к обучению. Проявляет некоторую способность передавать ферменты другим особям. Эмбрионы левиафана. Взрослая особь слишком велика для изучения в изоляции. Из мест гнездования получены образцы яиц. Эмбрионы не проявляют признаков иммунитета. Смерть обычно наступает в течение трех недель. Небольшое количество яиц было сохранено для будущих высокоприоритетных исследований механизмов эмбрионального развития левиафанов. Большое плотоядное тета. Для изучения останков создана местная лаборатория. Проявляет некоторый потенциал невосприимчивости к инфекции. Но физические останки оказались недостаточными для полного воссоздания. Неизвестный левиафан. Особи левиафана было присвоено обозначением морской император. Образцы и кости императора указывают на определенный потенциал иммунитета. Кхара! Одна особь была поймана для изучения в специально построенном изоляционном комплексе. Находящемся вместе с высокой вулканической активностью на глубине 1400 метров. Оценка. Несмотря на то, что императоры вряд ли все еще находятся в этом комплексе, вполне вероятно, что там удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины. Короче, нам нужен термокостюм. И попасть в этот исследовательский комплекс. Но 1400 метров на Семоте мы уже не погрузимся так глубоко. Давайте пометим место это. База пришельцев. Теперь давайте поплывем дальше. У нас еще пол воды. Кстати, эти штуки вообще не проявляют ко мне никакого интереса. Ой, нет, проявляют. Блин, недюжинный интерес такой. О, сожрет! Слишком интересуется. Смотрите, на 57... Офигеть, она меня кацанула. Быстро, быстро. Ремонт. Все, не попадаемся им больше. Не расслабляться, Евгений. А, вот и спуск вниз. Это сейчас меня, блин, увидят. Мне надо пометить это место очень срочно. Спуск в днище. Прощай, маячок. Я валю отсюда. Вау, а куда это я приплыл? Какая-то синяя область. Призрачный скат. Он безобидный, все. Окей, изучили. Гигантское дерево укрытие. О, можно еще глубже. Ну, смотрите, здесь никто меня кушать не собирается, я так понимаю. Давайте сплаваем. О, что с тобой? О, хо-хо-хо-хо! Штырит тебя! Да ладно! Рыба-вода! Ты что, блин, тут делаешь, а? Да как ты меня задолбал? Я пришел тебя задушить! Так, все, не будем отвлекаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тепло. Все, я вернулся. И смотрите, кого я с собой привел. Я по тебе так скучал. Надо сделать для тебя аквариум, я думаю. Все, рыба-вода, плавай здесь. Теперь ты тут живешь. Кстати, беда. У меня нету укрепленного костюма. Ааа, подстава. Нужно где-то искать этот чертов чертеж. Восемь гребаных часов спустя. Укрепленный костюм ныряльщика, наконец-то. Пока я искал, я нашел целую кучу нужных вещей. Теплоэлектростанция, ласты, зарядка, зарядка для батареи. Короче, много всего. Так, что это у нас такое? Захват, руки захваты. У меня этого нету. Торговый автомат тоже нету, 84. Надо быстрее валить отсюда. Все, можно плыть на базу и продвигаться дальше. Что ж, я мучился очень долго. И, наконец-таки, я все собрал. Мы делаем сетчатое волокно. И крафтим укрепленный костюм ныряльщика. Смотрите. Оп, заменяем. Теперь нужно как следует распределить свой инвентарь. Нам точно нужен будет морской глайдер. Нам, возможно, не понадобится строитель. А вот лазерный резак и ремонтный я бы оставил вместе со сканером. И пропульсионный. Мне кажется, вот это все точно нужно будет. Давайте возьмем еще пару батарей с собой. Одну ячейку. Зажремся. И делаем обеззараженную воду. Это на случай, если мы слишком задержимся. Очень не хочу умереть, понимаете? Все, ласт и зарядка готовы. Я так боюсь ошибиться. Я так боюсь взять что-нибудь, что нам не нужно с собой. Кажется, все. Блин, так страшно. Или лучше сначала проверить краба. Что у нас он из себя представляет? Нету модуля погружения. Это нужно срочно исправлять. Окей, я уже запутался. В общей сложности я уже, наверное, часов 15 записываю этот выпуск. Я не знаю, подготовился я нормально или нет. Краб готов. Короче, у меня в крабе сейчас бур и рука, крюк. Я не знаю, как она работает. А, видите? Нифига себе. Оп. Не цепляется. Надо пойти добыть никеля. Тогда я смогу скрафтить себе модуль погружения новый. Аккуратненько проходим. Давайте попробуем поспайдерменить. О-о-о-о-о! Стреляй! Ай, нет, не хватило. Блин, как далеко он выстреливает? Непонятно. В принципе, прикольная штука. Она меня ускоряет. Только почему-то не цепляется в землю. Вот, хоп. Тихо, тихо, тихо. Никель 100 метров. Оп. Во, мы ускоряемся как. Нифига себе. Его надо грамотно в связке использовать с нашим ускорителем. Мистер Никель, здравствуйте. Ох, сейчас наварим. Во, слушайте, прикольный крюк. Ох, как этот крюк ускоряет движение. А это что такое? Очередной фрагмент. Бортовой компьютер расшифровывает полученный фрагмент. Согласно новым данным, с 3 августа начинается предзаказ на Huawei MateView GT. С лучшим предложением в виде скидки в 9000 рублей. А по специальному коду от Юджина вы получите еще 5000 рублей скидки. Ищите купон в описании под видео. Серьезно? Погоди, как я могу говорить под водой? Получается, что это все действительный... Подробности в описании. Цепляйся. Да, блин. Есть. Значит, модуль погружения. Готово. Теперь он может на 1300 метров. Погодите. 1300, это здорово, но вдруг мы можем больше. Как насчет заапгрейдить тебя? Кианит нужен. Это что-то, что я найду там, внизу. Все. Обратно в краба. Фух, все. Сейчас будем нырять. В целом, спуск в днище очень близок. Ох! Ох! Маневр! Вниз! Вниз, 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 вниз! Я зашвырнул себя вниз! Все. Удрал. Блин, вот и я управляюсь с транспортом, когда страшно становится. Хм, мы где-то... Где-то на правильном пути. Ох! Блин! Новая хрень. Очень недружелюбная. Ох! Ох! Блин, еще больше. Ох, блин! Нет! Меня вытащили из краба. Краб! Скорей! Дракошка! Ох, блин! Как он меня спалил? Я удрал. Как этот страх мне крылья дает. Как бы я выезжал? Стоп, они сказали, на глубине 1400 метров, да, будет? Исследовательский центр. Смотрите! Я знаю, что это такое. Это кристаллы. Как раз таки то, что нам нужно. Мы сейчас их добудем, и нужно будет вернуться на базу. Ой, только делать все очень быстро надо. Нет! Да что ж ты будешь делать? Стазис! Как меня, блин, выжрали! Да чтоб тебя! Короче, он мне не даст покоя здесь, да? Он будет меня постоянно телепортировать отсюда. Давайте за другим кристаллом пойдем. Вот за этим. Ладно, хорошо. Полный карман кристаллов набил. Теперь надо на базу возвращаться. Вот еще спуск! Еще ниже! Радио маячок ставим. Еще ниже! Туда нам вообще нельзя падать сейчас. Все, надо возвращаться. А дракон просто через стены плавает, ему насрать. И как мне с таким читером быть? Мы почти отсюда свалили. Ага, вот наша лесенка. Понеслась. Ой, блин, я не хотел к тебе примагнититься. Сори. Как сложно подниматься. Да куда ты падаешь, блин? Вот. Отцепляемся. И плывем. И плывем на всю. То, что надо. Хорош! И по змеям. Хоп! Не обиделась на меня, нет? По-моему, немножечко... Тихо! Бурить! Бурить змею! Прямо рожей пробурить все. Оп! А-ха-ха! Подохни! Все. Отбурил ее. А-а-а! Маза, ты уже здесь. Я тебя вижу. Хочу домой. Ох, все, запустело тут без меня. Рыба-вода, почему не смотришь за домом без меня? Есть! Как насчет заапгрейдить погружение? И погружение улучшено. 1700 метров. Это был самый тяжелый выпуск в моей жизни. В следующей серии мы окунемся еще ниже. Найдем ту самую базу. Ту самую исследовательскую базу, которую так долго искал. И излечим наш сифилис межпланетный. Или что бы там подцепили. Короче, я надеюсь, что вам понравился этот видос. Он мне отнял огромное количество времени. Огромное количество сил. Мне приходилось второй раз проходить игру заново. Жесть! Но я добился своего и получил прогресс. И показал его вам. Видимо, такими темпами в следующей серии мы закончим эту игру. Пройдем ее до конца. Если вам понравилось, то ставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. А с вами был Юджин. И всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok.